Приветствую всех на канале и сегодня необычный будет сюжет именно посвящен вот этому инциденту, который произошел с Арнольем Шварценеггером. И я думаю оно будет интересно всем, потому что это все-таки спортсмен такая знаменитость и мы не пройдем. А именно почему не пройдем, почему я не хочу проходить, потому что везде вот я натыкаюсь, вы видите в инстаграме, везде где можно. Сейчас это хайпит, просто тема жестко. По факту, то есть незнакомец напал на Шварценеггера, ударил его с двух ног в прыжке, а тот упал и потом выкрикивал, мне нужна помощь, мне нужна ламборгини. Ну как бы по факту, что и как, да. Вот. А мне хочется понять, почему это сделал, кто это сделал. Именно вот эта информация мне интересна. Я перелистал уже все, все ресурсы, которые можно, американские и у нас может где-то, нигде ничего нету. Вот. Поэтому давайте разберем тупо по факту, по логике какой-то. Смотрим. Хорошо. На одном видео мы видим, что некоторые ресурсы врут, потому что я вижу, что после удара Арнольд не упал. Посмотрим вот на это видео, когда какой-то мужчина машет рукой, когда он снимает. Его как бы он помахал, его взяли и убрали. Проходит какой-то период времени, и именно этот же мужчина разбегается и бьет его в спину. То есть, та же куртка, как бы не видно обуви, но видно, что та же куртка и чернокожая. Я могу сделать предположение того, что он был просто психически больной человек, и он захотел тоже попасть в ролик. Он видел, что снимают, что это Шварценеггер. Его убрали, и он разозлился. Ну как бы нормальный человек, он не будет после такого брать и разбегаться и бить. А именно такое сделать мог реально психически больной человек. Даже видно, когда он идет, смотрите, он шатается по ходку, вы же нормального человека видите. Вот, поэтому, блин, я думаю, что вот это самый такой вариант, который может быть. И самое интересное, то, что я нашел информацию, что Шварценеггер, он не подал на него в суд. То есть, он не будет никакие претензии к нему предъявлять. То есть, там где-то его все это в полицию увезли, но претензий не будет. То есть, молодец, конечно. Ну, я думаю, это связано с тем, что его, вот это окружение, смотрите, ну как бы на атмосферу. Там такая милая атмосфера, дети, люди, как бы все тихенько, миленько. Обычно на таком семинаре собираются хорошие люди, а не какие-то там, знаете, опасные. Тем более, это, как говорят, Африка, возможно, там кто-то был. Но нет же, там друг друга все знают, потому что это небольшой городок. И если есть там такие люди, то они знали и понимали, почему это произошло. Вот как бы вся история, вот к какому я умозаключению пришел. Если вы тоже считаете, что это так, то пишите в комментарии, согласны, не согласны со мной. И сейчас идет Евроарм. Конечно же, интересной категории, взрослой категории. Если не подписались, подписывайтесь, ставьте лайк. Приятного просмотра, всего доброго, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok